Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Значит, первое, что хочу сказать. Присходя из того, что вы написали, психотерапевт и коуч вам не нужен, потому что психотерапевт работает с психопатологиями, коуч работает с развитием, то есть личностный рост, развитие, самопознание и так далее, обкрытие в себе новых грани. Но, опять же, если вам это нужно, то пожалуйста, но психотерапевт точно вам не нужен. Потому что психиатры, а врач-психотерапевт и есть психиатры, они работают именно с болезнями, именно с отклонениями серьезными в психике. Поэтому ваша проблема, она, вот на мой взгляд, как вот я ее вижу, она психологическая. Значит, смотрите. Я серьезно рассматриваю возможность кардинальной смены работы и профессии, поскольку имеющаяся при удовлетворяющем меня уровне оплаты привела к синдрому профессионального выгорания. Ну, обычно, обычно, профессиональное выгорание происходит тогда, когда человек руководствуется больше чувством долга, нежели чем, знаете, припочтениями в работе. Дотронуться все время, я должен, 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 неумение отказать, неумение отстаивать свои права. Невозможность для себя относиться к себе бережно, заботиться о себе. Плюс, организация на суках. Все это приводит к профессиональному выгоранию. И, соответственно, именно здесь, в этом аспекте, можно говорить о неком подавлении своего, своей потребностной сферы. То есть, вы считаете, и вам это внушили, скорее всего, родители, воспитание, что, вот, требования, это главное. Ваше желание, то, что вы хотите, это на втором месте. Это на втором месте и не так важно. И поэтому, соответственно, вы позволяли взваливать на себя все новые и новые обязанности. То есть, одно дело, когда эти обязанности предусмотрены трудовым договором, одно дело, когда эти обязанности, они являются частью вашего трудового соглашения, и их увеличение также способствует увеличению зарплаты, это одно. Но вы от этого вправе отказаться. Если же это происходит против вашей воли, и вы не можете отказаться, вы не можете сказать, нет, простите, я больше, вот, как бы, больше, чем то, что я сейчас делаю, делать не буду, то это говорит либо о ненадлежащем отношении к вам руководства и политике той организации, в которой вы работаете. Либо это важно, неуверенность в себе, может быть, в страйке какие-то потерять работу, остаться без обеспечения материального, денежного, либо на такое важное отношение к работе влияет ситуация в семье, когда, например, супруга не чувствует поддержки и стабильности от своего партнера, да, то есть вы не чувствуете вот этого от мужа. То есть, например, муж не работает столько, не зарабатывает столько, чтобы вы, там, не работали вообще, да, то есть муж не может сделать так, чтобы вы не работали, вот, вы вынуждены работать, да, вот, допустим. То есть, понятно, что вы хотите, понятно, что вы хотите, и если вам хочется, то на здоровье, но нужно это делать в удовольствии. А если вы не сделали, не делали это в удовольствии, это наоборот у вас есть какой-то стимул, то есть какой-то стимул у вас имеется, не восстанавливаться, да, не оставлять времени на семью и себя, лично. То есть что-то вас вот к этому привело, какие-то обстоятельства у вас к этому привели. Так, подозреваю, что при всей заманчивости новых вариантов работы я унесу с собой старые проблемы. Ну, да, если вы не увидите, какие мотивы, какие стимулы установки, не настройки, как вы говорите, а установки, то есть готовность к переживанию по поводу определенных социально-культурных ценностей, различных ситуаций, а вот готовность к переживаниям, да, то есть смотрите, вот если, например, происходит ЧП, да, и на ЧП люди реактируют по-разному, кто-то начинает там сразу что-то делать, кто-то там просто в панику впадает, кто-то начинает там убегать, кто-то начинает звать полицию, пожарных и кого-то еще, кто-то начинает молиться, молиться, да, то есть указывает свой такой вектор поведения. Это вот и называется установка готовности к определенному переживанию по поводу каких-то обстоятельств. И вот вопрос в том, на чем основывается эта готовность, то есть если, например, кто-то зовет полицию, это значит, что человек готов перекладывать на себя, готов перекладывать ответственность в себя на других людей. Если человек молится, то это, соответственно, человек, который верующий, да, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. И, соответственно, ваши установки нуждаются в том, чтобы их увидеть и скорректировать в те из них, которые вам вредят, которые не на пользу. Далее. Беспокоящая меня, вечная моя загрузенность является не только объективным признаком профессии и должности, но и моего отношения к делу и самой себе. Здесь опять же момент, что вы подавляете свои желания. Вы подавляете свои желания и отсюда возникает апатия и выгорание. то есть сильный человек не позволяет себе хотеть, а действует только исходя из того, что надо, что возникает выгорание. потому что желания подавляются. И я вам даже больше скажу, что если подавляет свое желание постоянно, то можно прийти к депрессии. и вот тогда уже психотерапевт вам нужен будет. Нужна позволить себе хотеть, но для этого нужна уверенность в себе, доверие в себе и самая оценка на достаточно высоком уровне. Понимаете, да? Хотелось бы разобраться в своих настройках и перейти на новые методы с опознанием своих стереотипов и представлением об их своевременном отслеживании и преодолении. Ну, здесь вы, конечно, намудрите немного. Во-первых, настройки это, я уже сказал, немного неправильно. Неправильный термин не настройки, а установки. Это первое. Второе, значит, стереотип. Стереотип это вот что такое? Вообще стереотип. Это некое такое готовое знание о каких-то типовых ситуациях. Облегчает узнавание и интеграцию в тот или иной процесс. Да, то есть, если мы, например, приходим на работу и видим компьютер, то мы сразу же знаем, стереотип на 100 компьютер. Там кнопку нажимаешь, компьютер включается, там вводишь, например, логин и пароль, и, соответственно, выходишь в систему. Вот. Вот это стереотип. Стереотип это то, что облегчает нам знакомство с окружающим миром. Но нужно понимать, что если мы привыкаем к чему-то, например, мы привыкли вводить логин и пароль, или не привыкли к определенной системе, например, операционная система, там, допустим, iOS, да, допустим, то мы не сможем работать в другой системе, например, в системе Windows, потому что нам будет тяжело. И для того, чтобы мы привыкли к системе iOS. И, как бы, для того, чтобы не привыкать, для того, чтобы не ограничивать себя, а ведь ограничение всегда влечет за собой и защитные механизмы. То есть, если я к чему-то не привык, значит, я это буду принижать, я это буду отталкивать, я не буду это признавать. Понимаете? И, соответственно, соответственно, знаете, осознать стереотип, осознать стереотип, значит, его поменять. Но вопрос в том, нужно ли вам его менять. Поэтому именно с осознанием лучше не торопить. В первую его нужно изучить. Изучить и, как вы правильно сказали, уметь отслеживать. А вот уже потом, когда вы будете отслеживать, уметь отслеживать свои стереотипы, вот уже тогда вы сможете определить, насколько стереотипы отвечают вашим задачам, которые вам нужно выполнять, насколько они соответствуют тому, чего вы хотите, насколько они соответствуют вашим целям, например, вашим идеалам и так далее. И вот то, что не соответствует, нужно будет не преодолевать. преодолевать это значит через силу. Вы уже делали через силу много чего. Не нужно. Не нужно преодолевать. Вот давайте так, если вы хотите исправить ситуацию, убрать проблему, то преодолевать что-либо нужно прекратить. Можно преодолеть сон, но потом обязательно постать. Можно преодолеть голод, потом обязательно согреться и так далее. Но нельзя преодолевать например такие стереотипы, которые идут в разрез с вашими ценностями. Так вы теряете себя. И так, как я уже говорил, вы подавляете свои желания, вы идете к депрессии. Так. Значит, и с представлением об их своевременном отслеживании. Стереотипы, они обычно проявляются в виде защитных реакций. То есть, вот знаете как, например, ну бывает, вот идешь по улице, да, и чувствуешь, что человек вот не на рамке. Смотри, человек идет, нам встречу, да, он неприятный. Вот, как бы, это защитная реакция, защитная реакция призвали защитить наш стереотип. Поэтому отслеживать их вы можете по защитным реакциям. Когда вам хочется что-то принизить, когда вам хочется от чего-то оградиться, когда вы не хотите что-либо принимать, это и есть ваши стереотипы. и вопрос в том, почему вы не хотите принимать. Да, вот, например, многие сейчас не признаются, допустим, ну, например, работа в интернете, да, считают, что работа в интернете это просто баловство. Они хотят это принизить, они хотят это, как бы, дискредитировать. дискредитировать. И вопрос почему? Вы просто сами подумайте, я не буду вам этого сейчас говорить, вы сами подумайте, почему люди пытаются дискредитировать какой-то вид деятельности. Зачем им это? Для чего им это? Подумайте об этом. Вот. И, соответственно, какому специалисту для лучшей, для очной консультации лучше обратиться. Ну, понимаете, если вы рассматриваете именно очную консультацию, да, то здесь, конечно, ваше право, ваш выбор. Вот. Но, если мы говорим о психологе, то разница между очным и онлайн консультированием довольно небольшая. То есть, можно и с камерой, по видео, и вообще только в удобных вам условиях домашних, и, например, без переплаты специалистам за, помещение и так далее. То есть, вы можете нормально так сэкономить. Обычно специалисты берут 100 долларов в час, такая средняя цена. Ну, соответственно, у нас многие эксперты консультируют гораздо меньше. Например, я консультирую 600 рублей в час. Вот. Ну, подумайте, подумайте, если вам лучше очно, то дайте очно, но во всех отношениях новые технологии позволяют консультироваться дистанционно, и я думаю, что если вы хотите менять свои стереотипы, то с чего нужно начать, это с того, чтобы отказаться от привычного видения мира и позволить новым технологиям помогать вам экономить свое время, деньги, усилия и так далее. Все это вы можете обратить на себя, опять же, и на своих близких. Значит, вам нужен психолог, как я уже сказал. Психолог, ну, возможно, психоаналитик, возможно, психоаналитик, но это не точно, потому что нужно раздраться, откуда у вас вот эти установки, да, насколько они глубоки у вас, вот, вы не написали сколько вам лет, это тоже было бы важно, но в любом случае не психотерапевт и не коуч, по крайней мере, по моему мнению, вам не нужны, потому что это все-таки специалисты другого немного направления. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы или будет нужна помощь, поддержка, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам!